Давайте теперь откомпелим NS2. Вначале установим необходимый софт. Тут уже установлен, но мы сейчас посмотрим, что должно быть установлено. Пароль свой набрали, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и устанавливаем build-essential, 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 там у нас GCC, библиотеки, mc, установлено уже для удобства мне GIT, поскольку тянуть GIT будем, CMake, используется при компиляции CMake, и заголовочные файлы и библиотеки для XORG, XORG-EF. Теперь скачаем исходники нашего NS, создадим папку compile, ну в нее будем компилиться, исходники у нас на GIT лежат, вот давайте выберем, вот HTP-S скачиваем, GIT clone, Ctrl-Shift-V, ставили, вот он скачался. И запустили install, и вот сейчас, ну, некоторое время понадобится, чтобы он откомпилился. Итак, мы откомпилили каталоги BIN, те наши файлы, мы можем их переместить куда-нибудь в другой каталог BIN, в local BIN или так далее, но можно попробовать посмотреть, как работает прямо отсюда. Итак, давайте мы зайдем в Shared, вот у нас NS2, давайте мы, ну вот, данный файл откомпилим, NS2, вот он откомпилился и получили данные для NAMA, и запустим NAMA, вот он запустился NAMA, вот он, запустили его работать, так, видите, нам работает, показывает, как все работает, побыстрее можно, вот падает все. Значит, и точно так же, вот у нас, по-моему, вот данный пример, он у нас использует XGraph, он у нас вызывает XGraph в каталоге в пути поиска, давайте мы тут найдем XGraph, и заменим его вызов на точка XGraph, вот так вот, и запустим NS2Red, ну вот и XGraph открылся, ну вот, собственно, вот, достаточно просто нам запустить NS от Ubuntu.